Всем привет, вы на канале Гооблог и сейчас мы вам расскажем последние новости из жизни блогеров. Алишер, ко дню всех влюбленных, решил официально раскрыть возрождение пары с Лизой Василенко. В своих социальных сетях он выложил пост подборка совместных фоток и подписал «Спасибо, что превращаешь мою жизнь в кино». Марина, край Мамбрери, встречается с Давой. До этого были только предположения, но теперь все стало понятно. Дава опубликовал сториз, где он с какой-то девушкой в гончарной мастерской. На руке замечена татуировка в виде звездочки, которая набита у Марины. Официальных заявлений об отношениях от них не было, но и не сильно они это и скрывают. Катя Голышева решила сменить прическу и отстричь часть волос под каре. Но подписчики Катей Голышевой обвинили ее в плагиате «Валькарнавал». После того, как Катя показала обновленную себя, ей начали писать, что она копирует Валю. Катя ответила, что Валю она любит, но изначально вдохновлялась не ей. Это было внутреннее желание измениться. Все же, кто начал переходить на гробости в ее сторону, девушка назвала дегенератами. Тебе очень хорошо, ты такая секси. Я тебя софидел. Я тебя софидел. Как необычно, Катя. Так непривычно. Очень прикольно, очень необычно. Девочка с каре. Это не пранк. Ого, ничего себе. Обалдеть. Волос нету. Даня Милохин раскрыла, что во время последнего разговора с Юлей в Москве она попросила, чтобы он ее отпустил. Юля поняла, что хочет начать новую главу в личной жизни окончательно без него. И спустя время Даня осознал, что это было правильным решением. Так как если бы он смог бы ее вернуть, история бы вновь повторилась и дошло бы до расставания. Она мне сказала, что, да, видимо, мне, говорит, мне пора попробовать что-то другое. Типа, дай мне тоже шанс пожить другую жизнь. Типа, ну, вполне, я вполне мог вернуть еще. Если бы я был, ну, настойчивым. Если бы я был очень настойчив в этом плане, я бы еще раз приехал. Я бы еще раз приехал. Я бы еще раз там цветами со всем. Я бы вернул ее. Но я понял, что если бы я ее вернул, то опять бы случилось то же самое, бро. Когда мы расстались, мне было грустно. Я плакал. Мне прям было очень плохо. Я еще понимал, что, скорее всего, кто-то у нее уже есть. Понял? Такая тема. Очень плохо было. Но моментами я такой, проходит какая-то красивая девочка, я такой, я могу ей улыбнуться? То есть, и не буду себя за это винить? То есть, мы сидели на яхте вот после этого как раз. Ну, не прям сразу, не сразу. Прошло время. Мы сидели на яхте, и я чувствовал себя так комфортно среди девушек. Я с ними общался именно без мысли, что, ой, блин, что-то мы близко там сидим. Или как-то вдруг кто-то сфоткает. Мне было без разницы. Я именно просто выбывал от того, что вот мы с ней... Почувствовал себя свободным. Да-да-да. Отошел ты уже от этого? Отошел уже. От грусти поранья? Думаю, да, бро. Я уже не плачу. Егор Крит рассказал, из-за чего не снялся в сериале. И ранее ему предложили сняться в российской адаптации «Постучись в мою дверь». Но Егор отказался. Предлагали не совсем ту сумму, которую он хотел. С учетом того, что съемки должны быть каждый день на протяжении полугода. Говорю, почему ты не снялся в сериале «Постучись в мою дверь»? Не сошлись по гонорару. Снегчан? Да, я должен был играть главную роль. Назвали там главную роль. Мы не сошлись по гонорару и не сошлись по датам. Потому что там нужно было сниматься 6 месяцев каждый день съемки. Да, и 6 месяцев каждый день съемки – это очень дорого, да. Пока все отмечали 14 февраля, Катя Адушкина отмечала расставание. Ровно год назад, 14 февраля, Катя рассталась со своим молодым человеком. Причем в этом она не видит ничего плохого, а только плюсы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова